Всем привет, друзья! Это студия Хорошее настроение. Сегодня 12 октября, среда, и мы продолжаем, как и обещали, тему спорта нашим утром. Ну и, конечно же, уже с нашими гостями. Лучшие бодибилдеры страны. Ирина Гущина, четырехкратная абсолютная чемпионка Беларуси в категории боди-фитнес. Здравствуйте вам, Ирина. Вадим Пранович, тренер по фитнесу и бодибилдингу. Здравствуйте, Вадим. Ирина Поплавская, абсолютная чемпионка Беларуси в номинации фитнес-бикини. Доброе утро. И Александр Хролл, бронзовый призер открытого Кубка Республики Беларусь по бодибилдингу и фитнесу 2016 в Могилеве. Доброе утро вам, Александр. Еще раз всем здравствуйте. Спасибо большое, что вырвались из своего сложного, наверное, спортивного графика. Мы об этом сейчас поговорим и заглянули к нам. В первых числах октября в Могилеве прошел открытый Кубок Республики Беларусь по бодибилдингу и фитнесу 2016. Как часто у нас проводятся такие соревнования? Смотрю на всех сразу, потому что наверняка же вы не пропускаете ни одного и в принципе в курсе всего. Соревнования проходятся раз в полгода. В год два раза. Чемпионат и Кубок Республики Беларусь. Также еще есть просто Кубки городов Минска, Могилева, ну и других. Раньше реже проводили, сейчас начинают возобновлять эту хорошую традицию. То есть все в принципе так достаточно хронологически выверено, да? В Беларуси, да. Ну а также соревнования в России и других странах тоже. Слушайте, ребят, ну вот такой вот момент. Одно же время бодибилдинг у нас впал в небытие, да? Был подзабыт, только фанаты занимались. Это вот после конца 90-х, начала 2000-х. Сейчас опять как бы второе дыхание. Не самый простой вид спорта, не самый дешевый. В большинстве своем спортсмены просто на любви именно к бодибилдингу, фитнесу. Все это дело все культивирует, в прямом смысле этого слова. И участников, я знаю, становится с каждым годом все больше и больше. А в Могилеве сколько было? В Могилеве было, по-моему, 203 или 204 участника. Это на самом деле для Кубка рекорд был поставлен. Действительно, сейчас открывается много тренажерных залов. Заниматься своим телом и здоровьем это уже модно даже. Люди привлекаются. Плюс появились такие номинации, как физик, бикини. Они сейчас самые объемные у нас по количеству участников. И всех это привлекает. Хорошо, а давайте тогда расскажем тем, кто, например, не знает, чем отличаются все-таки эти направления. Вот мы говорили, боди-фитнес, фитнес-бикини, бодибилдинг, физик. Вы сказали, что это французское что-то в этом есть. Манс-физик. Это мальчики в шортах выходят с подтянутым, хорошим телом, с ярко выраженным рельефом, но не с гипертрофированными мышцами, не огромными, а просто привлекательные, как можно увидеть иногда на пляже. Ну и симметрия должна быть идеальная. И греческая красота, да? Да, естественно, симметрия. Фитнес-бикини, это у нас, вот наша чемпионка Вера, она должна быть без, опять же, ярко выраженной мышечной массы, но подтянутая, красивая, с неярко выраженным рельефом и с красивым телом. Опять же, пропорциональным. Пропорционально в смысле, извините, уже такое слово прокачанным, да? Нет, плечи, талии, очень ценится у них ягодичная мышца. То есть хорошая питерная попа. Девочки, давайте вот с вами поговорим. А то, что у нас все мужчины-мужчины, у нас такие прекрасные барышни сидят, мы уже успели обсмотреть их со всех сторон, вам еще это предстоит. Вы представляете разные категории, да, Ирина? У вас бодифитнес, у вас все-таки фитнес-бикини, господи, бы не запутаться в терминах. Между этим колоссальная разница, да? Или все-таки нет? Я имею в виду не только вот в вашем теле. В томах мышечных, да, то есть мы разные по наличию, количеству мышц. У меня они должны быть больше, ярко выражены. У Веры, конечно, они должны быть меньше, она была быть более утонченной. Я же, в свою очередь, тоже не должна потерять вот эту тонкость, остаться красивой женщиной, но с более выраженными мышцами. Плюс у нас очень разные подачи и разная демонстрация на сцене. То есть я должна показать свое физическое развитие, пропорциональность тела, наличие мышц спины, ног. Сепарация должна быть средняя, тоже не очень глубокая. У Веры это должна быть эстетичная, красивая девушка без... То есть если нас поставить вместе, мы будем кардинально отличаться друг от друга. А путь, которым вы идете к своим результатам, тоже разный? То есть если у вас эта программа определенная, да? Да, естественно, будет немножко другая. То есть когда-то и я была в теле бикини, но еще не выступала. Но потихонечку решили... Потихонечку, потихонечку, да, мы вышли на уровень бодифитнеса. Вера, вот скажите, пожалуйста, про то, как вам... Вот я так понимаю, что вам немножко сложнее, с одной стороны, да? Надо что-то больше ограничивать, а чем-то больше заниматься. Или наоборот, как не перекачать или... Вообще сложно. Какие нюансы есть? Тут все зависит, на самом деле, в любом случае, от генетики девушки. То есть нужно ей что-то там перекачать, докачать или нет. Есть одаренные девушки, у которых от природы уже хорошие данные. То есть у нее сразу вот этот вот конус вверх, конус вниз. То есть узкая талия, широкие плечи и так ярко выраженные бедра ягодичные. Есть, кому с этим меньше повезло. Соответственно, от этого и зависит, над чем ей надо больше работать. Надо ей там делать вверх, вниз. Не надо. То есть в бикини еще, конечно, самое все равно главное – это подача. То, как девушка себя ведет на сцене, как она уверена, неуверена, походка. Ее в целом образ – волосы, купальник, макияж. То есть как конкурс красоты фактически. Да. По сути, про бикини чаще всего и говорят, что это конкурс красоты, потому что критерии оценки очень размыты. То есть в критериях, которые прописаны в правилах, нет четкого какого-то там понятия, как она должна выглядеть. Да, она должна быть, там и прописано, здоровая, красивая, не должно быть там венозности. То есть это все-таки категория такая, которая приближена к жизни. Да, но скажите, вот часто приходится вам сталкиваться с непониманием других девушек? Говорят, зачем мне нужен бодибилдинг? Зачем мне печататься? Постоянно. Постоянно. Мне кажется, сейчас девушки все так увлечены. Дело в том, что, например, когда мою форму соревновательную видят на фотографиях, почему-то все считают, что я очень огромная, что у меня там мышечность какая-то там все. Когда приходят, видят меня наяву, говорят, глаза такие, да ладно. Когда вы видите на сцене этих девушек, они на самом деле тоненькие, маленькие, хрупкие, просто красиво сложенные. И на фотографиях это дает, конечно, такой... Рельеф просто. Рельеф, да, он жесткий. Своего рода искусство иллюзии. Иллюзии, да. Я должна так показаться, чтобы у меня талия была тоньше, плечи шире. То есть так стать грамотно, чтобы показать это все. На самом деле в жизни я попроще. Все обычно, как и все. Да, и на пляже вот незаметно, да? Заметно, да. На пляже будет заметно. На пляже будет заметно и Вера, и Ира. Они будут отличаться от простых людей, которые не занимают. И как реагируют на пляже мужчины? С удивлением. Периодически тихоря фоткают на мобильник. То есть такое тоже. Жаль, что вы все получаете. Все время на эту позу сохраняем. Да, но это всегда красиво. Вот ты же считаешь, что красиво быть в карте, в кадре быть. По поводу этого недавно был очень забавный случай. В зале, где работает Ирина, висит плакат с ее фотографиями со соревнований. Стоят две девушки и обсуждают, что как это, какая она огромная, как это ужасно. И как она живет, как ей в жизни. За ними стояла Ирина и говорит, да, нормально я не живу. Они повернулись на нее, посмотрели, хотя лицо-то одно и то же. Говорит, да вам-то ладно, нормально, а ей как живется? Она говорит, так это я и есть. То есть то, что мы видим на сцене в жизни, это может быть совершенно по-другому. Один из самых ярких бодибилдеров прошлого столетия, да, Али Прист. Он очень невысокого роста, но смотрится просто огромным из-за своих пропорций. Опять же, одной Шварценеггер, он на экране гораздо массивнее смотрелся, нежели был в обычной жизни. Больше всего, мне кажется, в данном случае, ну, как сказать, повезло или не повезло Александру. Типично, в принципе, увлечение для молодого человека бодибилдинг. Почему вы решили увлечься этим бодибилдингом? Ты понимаешь, что вы не то чтобы новичок, но только-только начинаете свой путь. А сколько, кстати, рекомендируетесь? Первый год. Первый год? Ничего себе. Ровно месяц назад получилось так, что исполнился год, как я пришел к Вадиму. Мы просто начинали заниматься для улучшения физической формы, скажем так, подправить немного здоровья. Ну и решили, а почему бы не начать выступать, чтобы как-то отмерять вот свои достижения. Ну и плюс судьи, это как независимые люди, со стороны будут просто оценивать и говорить, вот что-то добился. Такая критика со стороны. Попробовали весной выступить, отметили для себя то, что прогресс есть. Тут прошло пару месяцев. Вот кубок был в Могилеве. Выступили, поняли то, что прогресс у нас очень хороший за эти пару месяцев. Думаем двигаться дальше. Конечно же, есть огрехи, за что, кроме меня, Вадим, это позирование. То-то вы так далеко от него. Вот. Все же правильно говорят, надо себя уметь представить на сцене, потому что то, как ты встанешь, то, как пойдет свет, оно играет огромную роль. Какие перспективы у бодибилдинга в Беларуси? Что можно сказать? Я думаю, он будет дальше развиваться, тем более, что у наших спортсменов уже появляются спонсоры, поддержка. Раньше, лет пять назад, этого и близко не было. Количество участников растет. Ну и спорт популяризируется. Он нравится и молодежи. Молодежь уже не так смотрит, как раньше, что а, это. Качки. Да, качки. Вот. Сами смотрят, хотят попробовать. Приходят в зал, и залы наполняются. Поэтому, думаю, перспективы хорошие. Бодибилдинг, спорт на всю жизнь, да? Можно даже забросить, но, тем не менее, себя запустить уже не удастся до конца. Да, да. Всегда будешь недоволен собой. От этого, то есть, если от этого не получаешь удовольствие, от этим всю жизнь заниматься не будет. Но большинство людей, кто занимается, они получают от этого удовольствие, им нравится свое отражение, свой стиль жизни. Поэтому, да. А вот сколько нужно заниматься? У меня скорее вот к девушкам вопрос, как у девушки, чтобы достичь. Ну, Ирина, наверное, я спрошу скорее у Веры, сколько нужно заниматься, чтобы быть все время в форме, для того, чтобы выступать в такой категории. Ну, для выступающих девочек я скажу про то, как я занимаюсь. Я думаю, что приблизительно у большинства такой же график. У меня три силовые тренировки в неделю. Вот, кардио я отдельно не добавляю, потому что у меня очень много танцевальных тренировок. Добавляю только в самом конце, уже на сушке, то есть уже когда это подводка к соревнованиям, за 4-5 недель до старта. И то, не всегда это длится 5 недель, бывает 2. И прекращаем, потому что быстро теряю вес. Вот, поэтому все индивидуально. Но в любом случае, наша форма в первую очередь зависит от нашего питания. Сколько углеводов граммов девушке нужно есть в средний день, чтобы не затекать? Ну, вот. Как всегда знала, что все сведется к этому. Ну, да, просто смотрят с девушкой, которая, наверное, думает, что все можно одними тренировками решить. Но с утра-то зефирку съесть можно? На подготовке нет. На подготовке нет? А так можно. Вера, вы же мне обещали, что можно. Ладно, не будем морочить людям голову. Но если вы хотите иметь красивые тела, посмотрите на наших гостей. И еще раз подумайте, нужна ли вам зефирка даже с утра пораньше. Я напомню, что нашими гостями сегодня были Ирина Гущина, четырехкратная абсолютная чемпионка Беларуси в категории боди-фитнес. Вадим Пранович, тренер по фитнесу и бодибилдингу. Вера Поплавская, абсолютная чемпионка Беларуси в номинации фитнес-бикини. И Александр Хролл, бронзовый призер Открытого Кубка Республики Беларусь по бодибилдингу и фитнесу 2016 в Могилеве. Ну а сейчас мы предлагаем нашим гостям продемонстрировать тот самый результат, ради которого они ежедневно трудятся. Ну что, готовы показать? Тогда мы стану. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова